Всем привет! Добро пожаловать на канал! Ну что ж, эта серия посвящена полностью ЮАРу, так что давайте посмотрим, что нас с вами ждет в этой серии. Начнем мы с Йоханнесбурга, заглянем в его элитные места, опьянеем от роскоши и попадем в передрягу. Ну как без этого? После чего полетим в Кейптаун и побываем в аду и в раю этого места. Поговорим об обратном апартеиде. Видим, как живут белые и бездомные Африки. Посмотрим, как живут и чем занимаются местные африканцы, как зарабатывают, чтобы выжить. Посетим несколько винных домов. Увидим горящий Кейптаун и поприсутствуем при его пожаре. Потренируемся в меткости. И многое другое. Сразу скажу, что эта поездка для меня была супер спонтанная. Звонит мой мне дружище Чарльз и говорит, эй, бро, что насчет ЮАРа, не хочешь полететь со мной? Мне нужно туда по делам и я лечу туда через три дня. Ты как, ты со мной? Без колебаний я сказал, да, давай, погнали. Не готовился ничего, просто взял все оборудование и поехал. Я ему сказал, ты мне устроишь там ветер? Он говорит, поэтому что я, что он, ввиду ковида летели всякими околицами. Встретились мы в Дохе в Катаре и понеслось. Встретились мы с Чарли, вы его скоро увидите. В аэропорту Дохе и сразу же сели в самолет. В общем, сейчас в Дохе и летим в Йоханнесбург. Или в народе Йобург. Сзади сидит мой дружище Чарльз. Ну и из последних трендов моды сейчас все стюардессы уже практически на всех авиалиниях одеваются, как медсестры, которые готовы сделать забор анализа или проверить тебя просто на ковид. Испарилась эта грация. Сейчас все стали модно, брезгливые. Ну и что, взлет. Самолет, к моему счастью, был наполовину полный, так что разлегся я на все три сидения, как на свои собственные. Вот, кстати, впереди виднеется бизнес-центр Дохе. В Катаре не был, но с высоты за ним понаблюдал. И то приятно. Впереди ночь, и на утро нас встречает Йоханнесбург. С высоты все кругами, все упорядочено. Я был очень приятно удивлен, поскольку никаких ожиданий касательно Южной Африки у меня не было. Я летел в Африку. А тут с высоты полета уже все прям очень так по-европейски. Еще не приземлился, но уже был удивлен. Аэропорт Йоханнесбурга мне напомнил аэропорт Манилы. Такой же большой, такая же многоярусная парковка на выходе. Круто. Как только наши ноги вступили на землю Йоханнесбурга, пошли первые косяки. И это не те, о которых вы подумали, те будут дальше. Ну, забрав документы, первым делом мы отправились. Куда бы вы подумали? Мы отправились в травяную аптеку. Дело в том, что мой дружище, глубокий почитатель... Чаев разного сорта. И поэтому вот так. Нужно было собраться. Да, если что, то в Южной Африке реголайс. И у вас может находиться до 600 грамм чая на руках. Если вы спросите, ну и как, то оценку продукта вы только что сами услышали. Тем временем за нами приехал новый таксист, у которого не закрывался багажник. Ну что же делать, так и поехали с открытым. А отель наш находился в самом центре города, вот в этой круглой башне, которая находится справа. Меня эмоции переполняли, поскольку, ну, я не ожидал увидеть такую развитую страну. Если сейчас не говорить об Арабской Африке, а говорить только об Африкано-Африканской Африке, то единственной стране, где я был, это была Нигерия. И, конечно же, на контрасте Южная Африка меня поразила. На вид город был довольно грязноват, но в целом полный порядок. Вот такой классный номер за довольно даже какие-то подозрительные копейки. Но об этом чуть-чуть позже. Первый день был довольно ознакомительный. Отправились мы в один из самых крупных торговых центров на континенте под названием Моллов Африка. Общая площадь торгового центра составляет 550 тысяч квадратных метров. Мне кажется, это просто оувер дофига. И вот такой внутренний мир у этого гиганта. Вопрос. Неужели латыш Эдгар открыл свой магазин? Из Африки я был только в Нигерии. Ну и когда ты видишь на африканском континенте Эмпорию Армания, а вот тут Версачи, Майкл Хорс. Везде гуляют белые. Ну и понятно, что они в меньшинстве, их меньше, но очень сильно рвет шаблоны. Я много где побывал, но это что-то новенькое. И это надо, ну, хотя бы один раз в жизни прочувствовать и увидеть. И сюда коммунисты пробрались. Советское поло получается вот такой наездник в советское время где-то на туркменских лошадях рассекал. Было ли такое? Это, наверное, буденовец на коне с шашкой. Тоже как вариант. Могу сказать, что южноафриканские рестораны просто на высоте. За период своего пребывания, это больше, чем неделя, я нигде плохо не поел. Все супер свежее, вкусное и с любовью приготовленное. Мясо мощное, бомба. Просто офигительное мясо. И запью я этот стейк прекраснейшим местным южноафриканским вином. Из винограда Пинаташ. Даже в средненьком ресторане подходишь, помыл руки и вот такая надпись. Салфетки для дверной ручки, чтобы своими помытыми руками не прикасаться к грязной дверной ручке. Замечательно. Салфетки для дверной ручки. Будучи в Йоханнесбурге, как не заехать в дом, где когда-то проживал Нельсон Мандела. Сразу вам скажу, что я не являюсь его поклонником. Да и методы борьбы с апартеидом, которые он выбрал, я их, мягко говоря, не разделяю. В нашем современном обществе это называлось бы терроризм. Я сейчас говорю о подрыве водоэлектрогазоснабжения, о призыве подрыва символичных мест для апартеида, таких как паспортные столы, мировые суды, почтовое отделение, ну и так далее. Ну и в принципе он, как Ленин, пришел на все готовенькое. Так как до него Фредерик де Клерк уже все расшатал. Сразу же прошу прощения, если у вас контр-мнение, я не хотел его сильно задевать. И пусть мое мнение будет ныне не столь модное и массовое, но мы живем в эпоху демократии, где каждый имеет право на свое мнение. Поэтому мое мнение такое. Вот для меня он является красивым теоретиком, человек, который за все хорошее против всего плохого. Ну, сами понимаете, ломать не строить. Как мне кажется, нужно судить по результатам, а не по намерениям. А результаты, я сейчас говорю, даже экономические, довольно плачевно печальные. В принципе, я с ним разделяю одно, то что нет расизму. Для меня безапелляционным черным героем Африки является Томас Анкара. Это когда-то бывший президент Буркино-Фасо. Как я считаю, эта фигура незаслуженно забыта. Но поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Но если вы не можете, и у вас уже капитально подгорает, то прошу вас, притушите свой фитилек, потому что мы обязательно поговорим и о апартеиде. Это фотография жены Нельсона Манделлы. Манделлы, один из самых известных людей на территории Южной Африки, получил массу разных премий, нобелевский лауреат и так далее. И что еще интересно, помимо Нельсона Манделлы, я еще слышал про эффект Нельсона Манделлы. Вот что, вы что-нибудь слышали про эффект Нельсона Манделлы? Если я вас заинтриговал, то можете заютюбить этот момент, поскольку, к сожалению, у меня нет возможности вам рассказать эту историю, ввиду того, что мое видео и так очень длинное. Сейчас на крыше отеля. Отель с видом на центр Йоханнесбурга. До 1994 года страна была поделена на белые и черные куски, где белым доставали все блага, это как крупные города и экономические центры, а черные жили в Бундустанах. Посетить крупный город черный человек мог только лишь в том случае, если он там работал, да и то с 8 утра до 5 вечера. Ну и, соответственно, в медицине, в образовании, в науке везде было белое меньшинство. А в 80-м году черное население Африки вообще попросту лишили гражданства. Понятно, что было социальное неравенство, пошли первые протесты. Эти протесты очень жестко подавлялись. Вот пример массовой обойни в 67-м году в Шарп-Вилле. Когда апартеид пал, население ринулось в города. Таким образом, когда-то элитные красивые районы начали потихонечку превращаться в помойки. Ярким примером стал Йоханнесбург. И чтоб вы понимали, внизу сейчас находится довольно жесткое гетто. Как-то раз два друга, которые приехали в Южную Африку, были объединены красотами, сервисом и цивилизацией Йоханнесбурга. И к тому же каждый день они воспринимали как праздник и ни в чем себе не отказывали. Уж очень сильно они поверили в себя. И тут один друг предлагает, слушай, а поехали посмотрим опасный криминальный район Хилброу. Во времена апартеида там была жемчужина города, башня Понтей. На первом этаже были бутики, кафе и рестораны. Но после того, как апартеид пал, всевозможного рода банды захватили эту высотку и устроили из нее притон. Ты знал, что башня была полая? То есть внутри нее находился колодец. И туда все бомжи и наркоманы сбрасывали мусор. И высота мусора достигла аж до пятого этажа. Вау! Сказал второй. Я тебе рекомендую посмотреть Gangster's Paradise Jerusalem. Броу, тебе это дико понравится. Хорошо, сказал друг. И тут же забыл про этот фильм. Подъехав в башню, парни не могли попасть внутрь в колодце, поскольку там был КПП. Поэтому парни решили прогуляться по техническим местам этого здания. А один другому говорит, у меня есть термосок, попьем с тобой крепкого горячего чая? Почему нет? Выпив чаю, голова слегка закружилась. Шаг стал мягкий. Парни стали бродить вокруг здания и делать фотографии. Обстановка была враждебная. Но парни попросту этого не видели. А тем временем подъехало такси. Бро, я подожду тебя в такси, а ты пока делай свое дело. Тем временем друг продолжал фотографировать и снимать видеоряд. А буквально через минуту прибегает к нему запыханный друг. Бро, меня гопнули. Три ублюдка с ножами забрали. Мой телефон и эйрподсы. Блядь! Ну как вы поняли, два долбоеба это были мы. Ну а когда полицейские узнали, где нас гопнули, они еле сдержали улыбку. Они задали один простой вопрос. А что вы там делали? И тут мне напоминает фильм Бра-2. Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел. Там есть красивые дома? Эй, бро, дюд, that was пиздец, мэн. That was fucked up, bro. It's fucking hardcore, мэн. No, мэн, that was fucked up. Ну просто это, конечно, не шуточки, блядь. Я честно говоря, вот реально первый раз я даже в Колумбии так не попадал в такое гетто, как в Йоханнесбурге. Это пиздец, блядь. Ну то есть на самом деле я так, денек подрасфокусирован. Такой адреналинчик. Адреналинчик такой первосортный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Самое обидное то, что нас гопнули в 10.30 утра. По большому счету, это просто детский утренник. Этой болью решил поделиться Чарли с официантом. Официант тоже говорил что-то сочувственно до того момента, когда узнал, где произошло ограбление. Добавляйте мне, пожалуйста. Смотрите. Если ты найдешь телефон для меня, я тебе дам вам хорошенько. Серьезно? Если ты найдешь телефон для меня, я тебе дам вам хорошенько. Ага. Буэмтак. Они даже говорили на мою голову. Моя голову? Моя голову и мой телефон. Донбург, мы будем покупать ваш телефон. В общем, целая делегация просто тут у людей возрастает. Все готовы помочь, все готовы поучаствовать в поиске мобильного телефона. Любопытно. Вот как вы считаете, удастся ли нам найти в итоге этот телефон? Это всего лишь начало, третий день поездочки. Уже первый капкан. Официанты взяли высокую ноту и обещали нам принести телефон в зубах. Если мы их, конечно же, вознаградим. Ну а мы, тем временем, летим в Кейптаун. И сейчас вам Чарли покажет небольшой фокус. То есть, ввиду того, что Николайс на борт можно провозить с собой до 600 грамм. Зерняка известного. Приземлившись в аэропорту Кейптауна, нас встретил Ахмед. Он же главный герой нашего выпуска. По профессии он герборист. Прошу любить и жаловать. Официанты без чаевых работать отказываются. Просит деньги на бензин, ну и на что-нибудь еще. Ахмед же пытается их переубедить на своем родном английском. Но потом переключится на африканский язык коза с вкраплениями гетто кейптаунского языка. Приятно послушать. Ахмед же пытается взять патру. Теперь, если вы будете пользоваться, вы будете пользоваться, то есть, что вы можете выбирать информацию, можете понять, что у вас будет телефона. Эх, телефона и аирподсов Чарли не видел. Ахмед со своей подругой Айшей, вы увидите чуть позже, и ее сыном привезли нас в отель. И вот обратите внимание, где находится наш номер. Он находится в самом конце коридора. Под конец серии вы поймете, почему я сейчас это упомянул. Помедитировав, как мне тогда казалось, на ночной Кейптаун, мы встретили рассвет. Наутро солнце проявило прекраснейшие кадры. Симпатичная, милая деревня, этот Кейптаун, подумал я. Но на самом деле мы остановились в 40 километрах от Кейптауна. Об этом я узнал за два дня до отбытия из Южной Африки. В этом и есть огромный жирный кайф таких спонтанных поездок. Вышли на утреннюю прогулку перед тем, как Ахмед нас повезет по гетто Кейптауна. Я ему раза четыре говорил, что спасибо, дружище, не надо. Мы и так в Йоханнесбурге хорошо отдохнули на мобилу и эрпоце. Но потцом был бы я, если бы я отказал Ахмеду. Поэтому новые линии жизни взяли меня в оборот. Что делать? Поехали. Пока ждали нашего дружа, новая сакулявая прививка из Йоханнесбурга начала срабатывать. Ну что ж, а теперь поговорим про банды Южной Африки. Их всего три. Это 26-е, 27-е и 28-е. Их микромир раньше существовал на территории тюрьмы. Это очень жесткие группировки с еще больше ебанутыми правилами. Ну, к примеру, попадает парень в тюрьму за какую-то маленькую провину и сдает ему 4 года. А он выходит через 24. А все потому, что новобранец должен пройти обряд инициации. Обряд довольно простой. Кого-то замочить. Либо сокамерника, либо охранника. Но в качестве тюремного спортивного интереса часто очень нападают на охранников. Поэтому охранники дырявые телом, как швейцарский сыр. Вся идеология и философия этих номерных банд раньше существовала только в пределах тюрьмы. Но в конце 80-х годов богатые наркоторговцы Южной Африки договорились, так сказать, с блатными. Но я сейчас говорю про цифровые банды. О том, что когда их люди попадают на территорию тюрьмы, барыги становятся автоматически членами банды без прохождения обряда инициации. А барыги, в свою очередь, гарантируют всем этим блатным цифровым парням рабочие места и занятость, когда те выйдут на свободу. Поэтому, если человек является наркодилером, он автоматически становится членом банды, его коронуют, у него татухи, он весь пестрый. Заехал на пятерку, пятерку отсидел и отскочил. Но это правило не распространяется на простых бедолаг. И поэтому, если бедняга не является членом банды, то чаще всего один из членов банды попадает бедолаге под хвост. В общем, смотрим. Это, как они называют Беверлии Хилл. Беверлии Хилл. Как вы можете видеть, это фауэна-стайл. О, шут. О, вау. Это как бы типичный гетто в Суммассет. Как они летят нас в саду? Сперва мы заехали в довольно недружественный для Ахмета район. Нужно было проявить уважение и договориться. В общем, договариваться, чтобы нас пустили. Как вы видите, мусорный бак оттащили, значит, все было готово для теплого приема гостей. В общем, в городе спорта, это тик, это кресталмегамфетамин. Что это? Мы сейчас в городе, где угрожают гангвозы. Мы отстали и спросили, что все хорошо? Что хорошо, что мы отходим? Что хорошо, что мы отходим, что они оттимали. И, что они оттимали, что они оттимали. Это простое, значит, это спокойно. не спокойно, но спокойно, что это нормально. Это нормально в момент. Вы увидите, что я буду снимать на улице. На двойке номер 28. Так что это двойная. Это двойная. Это двойная 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 двойная. В двойной двойной. Они рекруют, они молодые, и это старые мужчины, которые отбирают крючки. Попытка номер 2. Чтобы сейчас не отжали уже мой телефон. Поначалу прием был довольно прохладный. Они не понимали, что мы от них хотим. А мы как-то тоже мялись. Эти парни представляют интересы 26-х. Вот считайте их погранвойсками. Так как они ходят по самой кромке своего района. И с пограничной бдительностью смотрят в сторону 28-х. А 28-х находится через дорогу. Как вы видите, все обозначено. Когда находишься в центре событий, не понимаешь, какой может быть исход. Это вы сейчас видите нарезку кадров. Мой бравый, язвительный закадровый голос. На тот момент ручки мои потряхивало, и во рту пересохло. Я готов вас заверить. И это было не от похмелья. Ахмед красавец решил убить двух зайцев сразу. Он предложил повзрывать петарды. И заодно решил оставить им свои пиротехнические образцы. Ну, чтобы у него брали, потому что у него качество. А парни любители победокурить, поэтому они сразу же согласились на эту авантюру. Ого, так это же Биг Тайгер! Корсар 4! Фига! Титан! Тем временем, когда шли подготовительные работы, у нас завязалась светская беседа. Но знаменателем этого разговора было предстоящее предвкушение бедокурства. Главное, что пошли позитивные эмоции. И какая тут разница, о чем говорить? И тут на блатной педали из-за угла вылетело пару шлюх. Ну, а вдруг, господа захотят утех? Я смотрю, у Миледи очень хорошее воспитание. Она терпеливо ждала, пока кто-нибудь из нас не закинул бы свою бюллетень в ее избирательную урну. Но желающих не нашлось, потому что мы были вне политики. Петарды взорвались и оставили за собой очень едкий дым. Настроение на пятачке поднялось. Ну все, теперь у нас новые союзники, обмен верительными грамотами прошел успешно. Ну что ж, прощай, джинсовое платьишко. Я понимаю, где нет денег, там о любви говорить не принято. А теперь пора двигаться на район, где когда-то проживал Ахмед. Давайте Ахмеда район сделаем без моих комментариев. Просто посмотрите, как все происходило поэтапно. Ахмеда район. Я говорю, если я ехать через, то это будет исключение. Я не могу исключение так, но просто проехать через... Ахмеда район, я хочу остановить тебя, бро. Ахмеда район. Это мой парень из России. Ахмеда район. Ахмеда район. Ахмеда район. Ахмеда район. Это очень хорошо знаменитый 28. Это его маленький домик и его маленький территорий. Как вы видите. Ахмеда район, вот здесь, где 26 начинается. Ахмеда район, ахмеда район. Здравствуйте! Как дела? Вы все хорошо, ребята? Да, все хорошо Для понимания Вот такие В общем, просто сейчас По центру улицы Пабло Хабиби Хабиби Пабло Хабиби Аскобор Тут окружили Местные парни Все рады Ну, картина такая Пес заехал на свой район Хабиби Аскобор Хабиби Аскобор Это был мой дом Это был январь 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 Да, ман Respect, я снова Я не хочу привезти к гетто Чтобы посмотреть Да Respect, босс Respect, босс Аммад Я не знаю 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 Что за руководство Я знаю Наверное в 17 из 1 В 17 Is Машаллах Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я научил из-за старого ГИ, так... Но респектам, аманман! Один любовь, брат! Один любовь, брат! Аманман! Респектам, аманман! Саламу алейкум, а? Валикум салам, айбро! Несколько тебя встретишь, брат! Редактор субтитров! До свидания! Респектам, аманман! Респектам, аманман! Хакия драйман! Респектам! Да сколько они прощаться будут уже! Губай, генерал! Пока! Ну, а теперь через тернии к звездам. Заехали мы в среднем по благосостоянию Белый район, где проживает наш друг Бретси. Вот, кстати, он. У них с Ахметом общие интересы и увлечения. И решили мы твердо заехать в Венрию под названием Кавали. Звучит, конечно, как болезнь, но речь сейчас идет о Вене. И вот мы сейчас заехали на территории. Посмотрите, сколько это хозяйство занимает по площади. Я ускорил видео в два раза. Поместье расположено на 100 гектарах первоклассной земли. И может похвастаться 26 гектарами виноградников. Растут там такие сорта винограда, как Кабернес Савиньон, Сира, Вердельо, Шененблан. Но, к моему большому сожалению, не было пинотажа. Ну, это просто невозможно. Ускоряю в три раза. Ну, наконец-то. Не знаю, как у вас, но у меня челюсть отвисает при виде такой красоты. Ну, просто праздник. Южно-африканский Прованс. Виноградники все проряжены. Все вычищено. Не листика. В такой обстановке даже самый бодяжный когор будет выпить как вкуснятина. Вот очень приятно наблюдать за людьми. Все очень торжественно. Все на дегустацию, прям как на праздник. И вот в таком красивом месте расположена эта винария. Ну что, подцепим пару бокалов? Кремело. На нос ваниль, дуб, лайм, сливки, дрожжи. Приятная легкая разминка. В прошлом, до того как стать травником, Ахмир четыре года был шеф-поваром в ресторане. Но это только позволяло ему сводить концы с концами. Поэтому судьба в очередной раз его переквалифицировала. Ну что ж, белые дрогнули, а красные тем временем прорвали фронт. Начали описывать вино. А сейчас вас Ахмед научит самому популярному матерному слову на южноафриканском сленге. Только с этим словечком будьте поаккуратнее. Бритси, Бритси. Скажи мне вы из Среди Африкии, без того, что вы не знаете, что вы в Среди Африкии. Масер-пус. И это одна из первых вещей, что мы должны тебе знать, когда ты уйдешь в Среди Африкии, и в Кейптане, особенно, это ваш мастер-пус. Мастер-пус? Мастер-пус? Мастер-пус, ты не знаешь. Это значит, что мастер-пус, лень. Поэтому Кейптан называет материнским городом. Поддав, сразу же появилось экспертное мнение. Еще во рту порхает, и уже несмотря на то, что прошло больше пяти секунд. Долгота вина хорошая. Нос, аромат интересный, но... Интересные, хорошие вина. Взяли мы пару бутылок с собой в номер, но, к сожалению, нам культурно их продегустировать не удалось. То есть мы их дегустировали, но ничего не помнится. Поскольку на утро выяснилось, что наш номер был капитально заблеван. Не знаю, где я, в Паравансе, либо в Южной Африке. Винчик просто превосходный. А спросите ли вы у меня, Вадик, а ты бухой? Я скажу, да. Просто. Зовите врачей, мы сейчас будем прогонять кровь. И все про все, вот такой счет, это примерно 50 долларов. So it's 50 dollars, right? Да. Следующим пунктом в нашей программе был клуб любителей зеленого чая. Чтобы туда попасть, необходимо было пройти онлайн-регистрацию. Как вы понимаете, мы уже все были в конвиции, но ребята настаивали на частном клубе. Что делать? Поехали. А тем временем наш паровозик коптил в сторону частного клуба. Со стороны могло показаться, что у нас технические неисправности в машине, поскольку из салона валил дым. Но с транспортом было все в порядке. Но благо ехать было совсем недалеко, и вот мы уже у места. Вы, наверное, спросите, и какой же план? А вот это сейчас мы и выясним. В клубе царила разряженная атмосфера. Все ночили, ну а еще бы, как иначе. Работала кухня-бар. Вот наверху вам помогут определиться с выбором заказа. И вот обратите внимание, сейчас куда проскользнул Ахмед, и за ним еще двое людей. Скоро мы узнаем, о чем они поговорили. А пока мы оформили заказ и решили присесть. А тем временем Ахмед к нам пожаловал с новостью. Опа! Обвинение серьезное. Исключили из клуба. Мне в этот момент Ахмед напомнил бедолагу садовода Агапова. Я надеюсь, вы помните этот ролик. Я ничего говорить не буду, пока вы мне объясните, почему мое тело, изможденное, находится здесь. Вы все мне можете объяснить, русские люди, русским языком. Начнем с вас. Я почему нахожусь здесь? Я, честно говоря, не знаю, чем мы здесь стоим, что Ахмед куда-то ходит, все время с кем-то рамсится, косяк за косяком выкуривается, он кого-то ждет. Чего-то там кого-то ждет. Такое чувство, что прям, ну вот, реально мстить готов. Ахмед аж до самой душевной боли огорчился, даже пустил слезу, поэтому самое время для нас было освежиться на природе. О, боги, что за виды. И понимаешь, почему так крепко африканеры грызлись в эту землю и не хотят ее просто-попросту отдавать и эмигрировать себе в Европу без малейших перспектив. Чем не Ницца? И вот Собачья гора, я забыл, как на французском называется. Вон там английская набережная. Потрясающий вид. Мне вообще вот здесь биорит напоминает, вот здесь вообще серфик должен был быть. Вот сзади меня спортсмен тоже прибежал. Ну и, как видите, спорт, ЗОЖ, всех, как говорится, на нож и на такие вот виды. Для справки, население Южной Африки составляет 58 миллионов 560 тысяч человек, 79% из которых являются черными африканцами. 10% населения, что составляет 5 миллионов человек, являются белые африканеры, потомки голландцев. И еще 10% населения являются метисами и муладами. ЗОЖ, и вот мы подошли с вами к острополитической теме, которая, я считаю, очень актуальна в наше время. Но при этом никто не пытается смотреть в эту сторону, даже вякать. Все пытаются сделать вид, как будто они этого не видят, и так брезгливо пройти мимо. Но мне эта тема близка, я разделяю боль этих людей, и поэтому я хочу посвятить им, да и чтобы вы увидели, вот что такое обратный апартеид. Если вам вот эти все темы не интересны, я вас прекрасно понимаю, мы же первый раз на канал пришли, и тут уже какие-то новости пошли. Это сделано все только в качестве исключения. Мне больше нравится формат развлекательный travel, но я не могу остаться в стороне. Поэтому вот таймлайн, можете в случае чего перелистнуть, и там дальше сразу будет весело. Либо, если вам интересно, то давайте посмотрим внимательно, вдумчиво, и еще после этого с вами поговорим. И сразу скажу, я был удивлен, когда услышал три термина. Черный, белый и цветной. И это три разные расы. Цветной это тот, кто не до конца черный, не до конца белый. Хотя, почему я вам это говорю, пусть вам об этом расскажет Ахмед. Я, что вы называете, кейп-калид. Это терм, который использовал для наших предпочтений, которые пришли из Индонезии и Индии в период сластью. Мои родители, мои great-grandparents, они были из Индии и Индонезии. И они были привезли здесь в Британии и в колонизации. И они были привезли здесь, и они были привезли здесь, и они были привезли здесь. Ахмедия, которые были в Ахмедии и в Ахмедии, колледжи были всегда называемые второй-классицы. Потому что мы могли говорить Африкаанс, мы были, что это не так называемый, ахмедия. Потому что в Ахмедии, в Ахмедии, в Ахмедии были третьей-класси. Они были живы в低-имкоме, как в ахмедии, в ахмедии, в Ахмедии. И через годы, это построили определенное хорошее отношение к колодской калиде. Потому что они чувствуют, что колодцы получили определенный привлечь, потому что в Ахмедии. Ахмедия, после 27 лет, после 20 лет, после 20 лет, ахмедия, что происходит с колодцами? Мы сейчас находимся диспозицированными, где это форма, как разрушается, расизм. Я лично, я чувствую, что это хорошее отношение к колодцам, и это очень subliminal. И иногда это не так скрыт, и иногда это очень веще, и иногда это очень веще. Я лично, я не знаю, что это хорошее отношение к колодцам, и я не знаю, что это хорошее отношение к колодцам. Я не знаю, что это хорошее отношение к колодцам, и я не знаю, что это хорошее отношение к колодцам. И это не зависит от моего способа или квалификации. Это не зависит от моего цвета, моего характера, и не зависит от моего характера, что это ужасно. К примеру, когда я был молодой, я хотел бы учить ИТ, и интервью инфраструктура. Я спорил 80% на моего теста, и я был более квалификации. Я делал хорошо в школе, но моя позиция в этом колодцам была дана к человеку, кто вообще сделал значительно лучше, чем что я делал в школе. Они просто получили 30% в классе, и они были получены возможность делать это курс. И это потом оказалось, что они за год в этой курсе уехали. В самом деле, на сегодняшний день, и за последние 10 лет, мы были живы практически в голову. Я чувствую, что я просто так хорошо уехал, как кто-то остался, чтобы получить это место в этой колодцам. Мне было очень удобно, потому что мой рода Африкаанс является. Моя мама говорит в英語, и я говорю по Африкаанс с моим родом. Но за последние годы я говорю по Африканам. В последние годы я не говорил много Африкаанс. Моя мама очень английская, и мой род, как они называют Африкаанс. So he's born and bred South African So Aisha, do you want to go back to Europe? I never came from Europe, like I was born and bred here So when I hear that phrase or term I'm always surprised Like what? You know, like I'm not European I'm South African At the end of the day, this is my home This is my home Okay, you have to cut that Okay, okay, but you don't feel self-comfortable, you know, like to I don't even feel comfortable to bring it up Yes, that's right, because I feel guilty about it About something I didn't do and that's what gets me But we need to find a way to heal together as a nation And to help each other to overcome these obstacles I think that's the only way forward Otherwise, it's just going to be this vicious cycle Of the same thing happening over and over and over And it's hatred, man There must just be love These white Africans, yeah They've made that about four blacks When they killed four blacks They killed four blacks Four blacks, yeah When they go to their place Saying, looking for the job Why? They kill them, you know what I'm saying? Just for the sick people looking for the job I mean, to say That is the point to say that there's a hatred There's a party, you know what I'm saying? White African and black African But still more or less peace Or they don't like each other Yeah, yeah, you can say it's more or less peace More or less Yes, because some they do understand Some what they do understand Yeah, they don't understand You know what I'm saying? So, as for example, now you can see There's this time of COVID, you know what I'm saying? Where I'm sitting here I'm sitting here as a black And I'm saying Some might consider You might think that That person is afraid of COVID But now because The black person was sitting here So now What I'm saying? So you move But it could appear like He's avoiding COVID And I'm saying Вот так чаще всего Выглядит белый Африканский фермер Пикап Песочные шорты И суровое Восточноевропейское поведение Без дежурных Западноевропейских улыбок Thank you Ахмед Как дух римского поэта Вергилия Из божественной комедии Данте Алигьери Если помните В школе такое проходили Предложил мне прогуляться По кругам ада Я-то думал Что мы в аду уже побывали В этих бандитских гетто-кварталах Но Это оказался Только лимб Ну что ж Опускаемся еще ниже На второй круг Или может быть Сразу на девятый Но тут уже решайте сами У кого какая фантазия И кто в жизни Что повидал Кому есть чем Что сравнивать Пока сидим в машине Дует мощнейший ветер Я не уверен Что вообще Мне удастся Какой-либо звук записать Потому что Здесь какая-то Песчаная буря В общем сидим мы в машине И ждем пока Ахмед договорится И нам разрешат туда зайти Я все сразу же выложил Кошелек Телефон Рюкзак Все оставил в машине Есть только я И камера Только камера и я Только я и камера Я и только я Только я и неприятности Только я и неприятности А хуй тут делать Бизнес не пушистый Ну что ж Заходим мы в эти трущобы Здесь конечно Полный пиздец Были целые дебаты Была договоренность Было разрешение Сейчас Там на меня Сейчас на меня Просто слетается Как на мед На входе в этот лагерь Меня сразу же Встретил Анкл Джордж Это мой друг Вадим Из России И ты знаешь Забегая вперед И осмотрев другие дома Могу сразу же Сделать вывод Что это единственный человек Который смог упорядочить Пространство вокруг себя Да и по местным меркам Он довольно зажиточно живет Телевизор Стиральная машина Ну и так далее Да, очень трудно Да, очень трудно Да, очень трудно У нас ждет На 1,860 рент Менчон Я 73 лет Ты жестко Дальше Где ты собираешь Дальше Телевизор Дальше Горбент Не хочет Аптоддшин Спирать нам Дальше Таким образом Симу Я вам так скажу, перед развлекательно-весело-массовым Пиарить собственный благодетель и тем самым завоевывать в ваших глазах какие-то очки Мягко говоря, не мой формат, да и такого рода шоу я вообще не люблю Снято это видео в качестве большого исключения, дабы показать, как белые и черные Африки существуют Ну и понятное дело, что я не могу оставить старика ни с чем, мне просто эта совесть не позволит Поэтому понятно, чем мог, тем помог Сердце кровью обливается на это смотреть Конечно же, дам большое пожертвование, сколько в принципе могу Ну видно было, что старик еле слезы сдерживал А тут началось А сколько это, а почему только ему, а пойдем мои условия посмотришь В общем, ну всю эту грязь я оставлю за кадром Пусть это будет так, более-менее причесано Мы получаем ТВ, потому что мы платим за электричество Битинс, мы платим за электричество И они стоят ТВ ТВ Вы видите, это не очевидно, но вы видите, в ночи здесь есть моя комната. И они убили телевизор здесь? Да, они убили телевизор здесь. Здесь моя комната, я единственный. Мой мужик. В общем, честно говоря, условия, мягко говоря, не гордущие, окружили меня плотно. Ужасно за этим всем наблюдать. Главное, теперь еще отсюда красиво выбраться. Я бы предпочел идти отсюда по-английски. Съебаться нахуй. Это, конечно, пиздец. Ну, чтобы вы не думали, что я там смеюсь над горем и с такой улыбочкой. Это у меня защитная улыбка. Я попросту растерялся и не знал, что сказать. Но облепили тебя люди. Я ни разу не участвовал ни в каких благотворительных проектах. Но они на тебя все смотрят. И что? Можно, конечно же, было взять манеру председателя. Походить, проверить плотность стен, как шифер лег. И разлиться тезисами. Мы этого не позволим. Не дадим. И я предам все большой огласке. Но это тоже как-то неестественно. Поэтому вот такая неловкая пауза. Ну вот женщина, как вы видите, белая африканка. Условия жизни гораздо ниже прожиточного минимума. Живет она гораздо хуже, чем Анкл Джордж. Ужас не знал, что им это не так и местное, что это не зря. Просто не знал. Оно женщина. Вон женщина да Крым. Ужас не знают, что стоит. Нейθей. Лежим, они по-другому. Я-я. Уже нет. Ну, я так скажу, куда ни пытался приткнуться и устроиться на работу, везде был вежливый отказ, ну, плюс слабый порог упорства, поэтому вот живет в таких ужасных условиях. Помните, в начале в машине Ахмед еще говорил про 26-х, то, что они контролируют эту территорию? Ну, так вот, эти ребята взяли контроль над этим лагерем и следят за порядком. Тогда такой вопрос, кто спиздил у тетки телек? Ну, это риторический вопрос, конечно. Ну, что, я себя чувствую довольно немножко скованно, поэтому предпочту покинуть этот барак. Ну, тут вы поняли, при желании можно было по-быстрому перепихнуться. К тому же охрана напротив. Ну, вот такая жесть, полиция этого приезжает. Крайне редко, свой лагерь, свои порядки. И он был механический инженер. Он был ретендент, и его работа была по-быстрому, 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 по-быстрому. Он был ретенд, и он был ретенд. Но я буду называть это за что это. Это, что это является реверс-апартоид. И, конечно, даже как люди, которые еще не могут иметь определенные преимущества, но это то, что они создали и создавали для себя. Так что мы не можем не обманывать наши generation now для того, что их родители из 60, 70, 80, 90, 100 лет назад сделали. И мы имели правительство и правительство комиссии, и не было никакой реализации. И теперь вы видите, что они хотят... ...выкрым и землян, они хотят репатрируйте и репарить. Они хотят репарации. 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 И это совершенно unfair. Вы знаете, что эти люди, которые строят страны, и, о том, что это было, это было, чтобы создать Апартизм Регим, это было, чтобы создать Африку на Африку в первую в мире. Потому что мы были, долларом стоялся к 1 рен. Реном был сильнее, чем долларом. Но, например, что случилось, это было не так. Это не должно случиться ни человека. However, are we going to continuously focus on the hurt, on the wound? Some form of acknowledgement and some kind of compensation should. But I think that even after the compensation and after the expropriation, we're still going to use apartheid as an excuse for greedy and corrupt government officials that are willing to steal from their own people the majority of South Africa, which is black people. And after 27 years, you're still finding millions of black people, ANC voters, living in sheikhs. Are we going to blame that corruption on apartheid? I'm sorry to say, get over it somehow. Somehow. Мне знакома эта ситуация с определенными европейскими странами, но в данном случае чувствую себя Айшей. Кстати, она мне разрешила поставить вот эту часть этого видео, поэтому все с ней согласовано. Не волнуйтесь. ЮАР, он нынешний, он абсолютно отличается от того предыдущего, который был 27 лет назад. Это абсолютно другая страна, которая движется другим курсом, с другими ценностями. Проще говоря, проще было бы воспринять это так. Родезия стала Зимбабве. Тогда да. А просто когда сохранилось название, она немножко у вас вводит в дезинформацию. Ну, только флаги разные. Как мне кажется, вот сейчас теперь двигаемся по схеме. Увидел, услышал, предполагаю. Могу сделать вывод, что мне текущая ситуация, которая сейчас в ЮАРе, напоминает падение Византийской империи, когда уже османы владеют этой территорией, и вот эти остались греки, граждане несуществующего государства, вот они остались вот на этой территории. Поэтому они как бы стали никому не нужны, и все их просят на выход. Но надо понимать, вот тех, кого просят на выход, это в первую очередь фермеров, это высококлассные специалисты, которые взращивают, производят продукты, способные конкурировать с аналогами других мировых продуктов. Чего стоит южноафриканское мясо, молочка, виноделье? Эх, было бы наше государство с мозгами, ну, я сейчас-то глобально говорю наше, Россия, Украина, Беларусь, я бы этих буров просто вот за уши притащил и сказал, вот живите, вот вам земли, выращивайте, взращивайте, обучайте также наших специалистов, вот вам ваш язык, закрепим у вас как статус регионального, и пусть у вас все будет хорошо. Ну, вот, по примеру, как, помните, когда-то были поволжские немцы? Где они сейчас? Там, два-три человека. Печально за этим наблюдать, особенности, какие там страсти творятся. Там, вот, вы погуглите вообще этот вопрос, посмотрите эту тематику, посмотрите на ютюбе ролики, у меня просто волосы дыбом становятся. И я не слышал о никаких массовых погромах с транспарантами Farmer Lives Matter или что-то в таком духе. И я вот сейчас не разжигаю, я мысли вслух говорю, понимаете, не BLM и не Farmer Lives Matter, all life matters, all абсолютно. Должна быть любовь, должна быть дисциплина, должно быть понимание, куда нация движется, и все будет хорошо. И, конечно же, чепотку даже побольше здравого капитализма. Не нынешнего, не нынешнего этого современного, который дерет бешеные про налоги и так далее, а вот такого, который был там в 60-х годах, который позволил США развиться. Ну вот так. На этом политическая составляющая моя закончилась. Дальше нас с вами ждет только веселье. А теперь занавес. Сегодня какой-то лютый шторм, сдует мощнейший ветер, поэтому не знаю, что будет с качеством звука. Задувал не только ветер, но и Чарли на весь отель. На входе к нам поступила жалоба. Пока мы снимали, пришла охрана к Чарли в номер и сказала, что, слушай, ты тут валит дымом по всей, по всей... А, точно пахнет сейчас. Ну, по всей... Это смелс. Это смелс, да? Да, как сигареты, мэн. Тут вообще стоит мощнейший штын. Пришли. Ну, в общем, ну, короче, здесь не все так капитально. Чарли! И... Да, мэн, да. Я тут просто стою здесь по полной, ну, то есть по полной программе. Девчонки из бэк-офиса сидят такие, просто в ахуе, на нас смотрят. Ну, теперь вы представляете, что вся Чарли на копоть, на сто процентов залетала сперва в номер, а дальше уже распространялась по коридору. А вот и истец. А тем временем ответчик двигался к судье в сторону рецепшена. Дальше ребята решили заехать по делам в магазин под названием «Все для садовода-любителя». Чарли нужно было купить удобрения и разного рода ингредиенты для фермы его друга в Уганде, куда, собственно, мы дальше и полетим. Следующая серия, как вы поняли, про Уганду. А Ахмеду тоже нужно было закупиться, так как ему нужно в этот день было отправляться на его секретную локацию, где он выращивает свой чай, мелису, мяту и прочего рода растения. А еще в этот магазин Ахмед поставляет свое CBD-кофе. Вот его продукт, и Ахмед с гордостью вам его показывает. Закупившись, мы десантировали Ахмеда у покрышки, так как его должны были уже забрать оттуда другие люди. А мы наконец-таки отправились в Кейптаун. А тем временем Брэдси, как северокорейский гид, развлекал нас собственной музыкой. И наконец-то мы в Кейптауне. Вы только посмотрите на это. Давайте так, убираем слово Южное, оставляем слово Африка. Фиксируемся на этом слове и поражаемся тому, что видим. Ну а вы посмотрите на торговый центр. Все вылизано, все вычищено, все по-европейски. Ну а пока мы гуляли по торговому центру, тем временем к Кейптауну подошел закат. Вы только посмотрите на эти краски. О боги, какая текстура! А теперь я предлагаю мне помолчать и нам вместе с вами насладиться видами. Для меня Кейптаун был сюрпризом. Но на этом сюрпризы Кейптауна не заканчивались. Горела столовая гора. По итогу пожар уничтожил кампус и библиотеку городского университета, а также мельницу 18 века. На утро все еще бушевал пожар и его ликвидаторы усердно трудились. И вот очередное бесплатное шоу. Надо этим воспользоваться. Сейчас будет поддержка с воздуха. Все придвинутся. Вьетнам. Эта сцена напоминает, как из апокалипсиса сегодня, когда захватили деревню вьетнамскую американцы с своей воздушной кавалерией. А вон там полковник Гилгард. Мне еще помнилось, когда пастырь проповеди вел. И в это время вот этот ирокез Хью и Белл поднимал теленка в воздух. Ну и наконец-то дождались. В этот день мы встретились с моими друзьями, с Майклом и Юлией. И решили сразу отправиться на бранч в винарию Стинберг, находящуюся в долине Констанция. Напоминает мне немножко это Трехмышкетеров, но если вы увлекаетесь и любите южноафриканское вино, то вы понимаете, что мы заходим сейчас в одно из серьезных леджеп маддафакин плейсис. Здесь не шутят, здесь конкретно дегустируют. Ну по большому счету это пригород Кейптауна, где-то 15-20 километров. Это место было еще основано в конце 17 века немецкими мигрантами. В датской колонии. Что-то я смотрю, тут все лошадей любят. Помните, мы ездили в Венерию, в Кавале, с Ахмедом и его друзьями? Там тоже на въезде лошади были. И тут лошадиные головы. Совпадение? Что-то тут неладное. Сейчас в этом комплексе не только вино попить можно, но и сыграть в гольф, сходить в спа и попросту переночевать в пятизвездочном отеле. Напился с утра. Надо же где-то бесов выпустить. Поэтому поедем стрелять. Само стрельбище находится не у какой-нибудь помойки, где раньше было какое-то предприятие, а вполне очень уютном и красивом месте с видом на Атлантический океан. Ну а если вы вдруг там же захотите пострелять, то место называется Falls Bay Sports Shooting Club. Хочется спеть текста из песни А when we're coming, you're gonna hear this А when we're coming, you're gonna hear this Это был такой блэнг-блэнг Из бамфайтс Я надеюсь, меня еще смотрят алды и вы понимаете вообще, о чем я сейчас говорю. Ну а вот и тарифы. Один примерно стоит 130 долларов, другой примерно 70. Ну а если вы это видео смотрите через 50 лет, то, к сожалению, я не знаю, какой у вас там курс. Выбрали тариф, пока нам подготовили оружие, потом инструктаж и наконец-то прозвучал первый выстрел. Кстати, кто эксперт, пишите, с чего мы стреляли. Мне кажется, я стрелял вообще из штурмгивер 44, но могу ошибаться. Ну что, ближние бои. Дальше за ножи. Мне напоминает CS версии 1.5 или 1.6. Комбинация 4.5. Если вы помните, если у вас есть деньги на это, конечно. А вот эта аннигиляторная пушка была в фильме под названием «Хартлокер», что по-русски буквально обозначает «Повелитель бури». Ну здорово, класс. Хорошо провели время. Но нужны еще эмоции, поэтому мы их еще нагоняем. Вы только посмотрите на эту красоту. Какой салон, панорамная крыша, а руль. Я шучу. Я, конечно же, имел в виду, посмотрите на эти дивные виды. Последний раз было так страшно только на серпантине 84. Я никогда не думал, что пляж может вызывать бурю эмоций, а пляж Нуртхук, который находится в 34 километрах от Кейптауна, длиною 7 километров, в состоянии вызвать у меня эмоции. Вот мы сейчас к нему и отправляемся. В такие моменты хочется заказать песню у радиоведущего «Дэвид Гетто фьючеринг Джей Ди Дэвис. The world is mine». 2006 год. Похоже? Ну, так что, держите своё барахлишко при себе, мобилами не светите, как обычно. Вот как здесь не светить? Телефоном и вообще. Ну, как бы, вот здесь, вот здесь довольно неплохая жизнь идет за этими стенами. И вот каждый раз будьте аккуратны грабежи. В общем, собственно, Кейптаун – это одна из мег-сёрферов. Сюда приезжают сёрферы со всего мира, чтобы прокатиться на своей доске. А сегодня, кстати, день рождения Гитлера, 20 апреля. Но это мы убираем. И ещё сегодня Международный день травы, как мне сказал мой дружище Чарли. А где он? А он опять раскуивается. Ну, в общем, а что делать? Традиция есть традиция. Вид пиздатиший. Это просто мне напоминает Киндзадзо фильм «Плюк». а там кстати вон там вон там море вид просто сумасшедший я вообще не представляю вот как можно было прав пукать такие территории просто попросту потерять контроль над ними я полон вопросов дамы и господа я полк сожалению вопросов дамы и господа но вы посмотрите это просто какая это европа франция ну что вы не думали что я разжигаю я за все хорошее против всего плохого я просто не понимаю как можно допускать криминальную активность на таких территориях окей а дальше антарктида как же не потрогать океан ну посмотрите на эти волны сразу же в голове играет композиция surfing boys помните там surfing usa ахуеть просто а ну прям очень меня впечатлило ну и как сказал ким ребята да это же просто бомба да и тут кино снимать можно что угодно нас будет до центра подкинуть после такого замечательного дня самое время подкрепиться а майкл тем временем расхвалил предстоящий ресторан в стиле рекламных брошюр дам сталь с издей the fish market so the rest of the rest of the freshest absolute the best food thank you майкл ну и вдруг вы захотите посетить это заведение вот координаты этого места вот каждый день пьяно пьянит все пьянит вино и вот такие прекрасные виды которых я вам желаю еда действительно мощная все супер свежее ну чуть ли прям не тает во рту пьяно а какое расположение напоминает мне эпизод страх и ненависть в лас-вегасе это когда адвокат сидит в машине так скатившись и говорит сейчас бы съел бы рыбы давай найдем ресторан морепродуктов и сидим по красной рыбке ужасно хочется красной рыбки и следующая сцена это когда вы ее сами найдете там интересно главное чтобы у меня сейчас вот так не было потому что ну нагрузка практически та же гуляешь и вот тут тебе такие персонажи так он он меня пустит или нет интересно на что он намекает или что он от меня хочет мне кажется он скажет цепс 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 дележ территории между природой и технологиями выглядит примерно вот таким образом вот это недоразумение ну что ж это был заключительный день нашей южноафриканской поездки на следующий день мы улетали в уганду но ввиду того что мы не спешили как этот морской котик мы конкретно опаздывали на наш рейс вот так вот кто-то собак выгуливает морские котики валяются практически в самый последний момент мы загрузились такси с нашими торбами и отправились прямиком в аэропорт я не уверен, Чарльз, что мы сделали 10 минут, 15 минут и мы в аэропорт хорошо, так... давайте идем в аэропорт, да? прямо терминал B терминал B терминал B хорошо и что ты делаешь? закрепляю мою шутку хорошо ну что ж, вот и конец этой серии как вам, кстати, серия? мне кажется, мы с вами побывали и в аду, и в раю и, ну, амплитудность была, ну, максимальная вот что думаете, пишите в комментариях кстати, вот как вы думаете, существует ли в наше время апартейт и в каких он странах, ну, такой в лайтовой форме существует вот пишите ваше мнение, ваши комментарии кто какие страны назовет любопытно ну, а теперь, что касается подарочков и сувениров, которые я привез касательно подарков Майкл, спасибо! рекомендую вино мощнейшее если пить, то только такое и я вам гарантирую будете пить слетаете в экстазию и безопасно вернетесь обратно классная венерия вот сорт винограда Merlot и Syrah просто пушка если выпивать, то уж такое ну, или вот десертное вот такое из региона Констанция о том, о котором шла речь в серии я вам так скажу, что эта серия для меня была максимально тяжелая и посвятил две недели просто ада пока это все собрать это же как-то надо преподать в какой-то форме поэтому давайте так следующая серия про Уганду там мы летим как раз на чайную ферму к Чарли Другу и там тоже целые события но я хочу, чтобы вот моя серия про ЮАР набрала хотя бы давайте так аккуратно 700 лайков у меня еще ни один ролик не набирал 700 лайков пока ролик будет набирать 700 лайков я отдохну потому что чувствую, что немножко перетрудился в помощь я вас еще попрошу небольшой помощи конечно же, если хотите поддержать канал для меня это очень важно поскольку мне нужно ряд оборудования купить вот к примеру там штатив и еще много чего ссылки на донаты в описании я планирую через неделю где-то залить свой промо ролик минутный я вас прошу также его тепло поддержать откомментировать от лайков и разбросать этот ролик ну вот где вы только можете мне было бы очень это полезно и было это во благо все дамы и господа до новых встреч и и и и дуе я я что-то все и